Моя сказка, Саша Чёрный. Профиль Таньши Камей, Глаза, как спелые сливы, Шевелев, белее лилей, Стан, как у леди Годивы, Деву с душою бездонной, Как первая скрипка оркестра, Недаром прозвали Мадонной Медички в шестом семестре. Пришёл к Мадонне филолог. Фа-да-да-да-да-да-дей, Семёныч, Соса Мяткин. Рассказ мой будет недолг. А филолог влюбился по пятке, Влюбился жестокой сразу В глаза её, губы и уши. Сидил за фразую-фразу, Томился, как рыба на суше. Не хотелось быть с её чашкой. Нет. Ратом её летёткой. Да и вваливай пряжкой. Даже зубной её щёткой. О-о-о, устали. Варвара Петровна. Ой, как дрожат ваши ручки, сказал филолог любовно, а в сердце вонзились колючки. Устала. Вскрывала студента. Труп был жирный, дряблый, холод. Вот сталь на инструменты. Руки, конечно, озябые. Потом Каринки на мост посмотрела своих виничек. Устала. Их было доста. Ой, что с вами? Вы ищите спичек. Спички лежат на окошке. Потом вернулась обратно, вынула почки у кошки, зашила её аккуратно. Потом нам с подругой достались препараты гнилой пуповины. Затем был скучный анализ в деревне в моче, мочевины. Ой, я прошу извинения. Но я роль хозяйки забыла. Коллега, хотите варенье? Сама сегодня варила. Фа-фа-фа-фа-фа. Фа-фа-фа. Её не тёткой, не её эмалевой пряжкой, и не зубной её щёткой. Спасибо.